Существует несколько видов гимнастики – спортивная, художественная, акробатическая, эстетическая, командная. Одной из самых сложных и зрелищных является спортивная гимнастика. В этом смогли убедиться наши корреспонденты, побывавшие на районном открытом турнире по спортивной гимнастике памяти Людмилы Гриценко. Межрайонный открытый турнир по спортивной гимнастике памяти нашей землячки Людмилы Гриценко, много сделавший для развития спорта, стал уже традиционным. Людмила Владимировна неоднократно оказывала спонсорскую помощь спорткомитетам, спортшколам, паралимпийскому движению Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов, что отражено в многочисленных грамотах и благодарственных письмах. После смерти Людмилы Владимировны было принято решение о проведении ежегодного турнира по спортивной гимнастике, который в этом году прошел уже в 13-й раз. Участниц соревнований поприветствовали начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа и предприниматель Михаил Гриценко, пожелавшие гимнасткам хорошо выступить и добиться поставленных целей. Побороться за победу приехали спортсменки из Краснодара, Анапы, Майкопа. Всего более 50 участниц. Команда Славянского района была одной из самых представительных и сильных. В нашем городе отделение спортивной гимнастики работает с 1965 года. За более чем полувековую историю здесь было воспитано немало мастеров спорта международного класса, чемпионов и победителей всевозможных соревнований. Я победитель и призер всероссийских соревнований, также победитель и призер первенства России. Я буду выступать по программе кандидата в мастера спорта. Самым сложным для меня является снаряд брусья, так как я пробую новые элементы. Гимнастки выступали в разных возрастных категориях. Они демонстрировали мастерство в опорном прыжке, на бревне, брусьях, вольных упражнениях. По итогам турнира в копилке славянских гимнасток 16 медалей. Пять из них – золотой пробы. Поздравляем спортсменок и их тренеров с успешным выступлением на турнире. Анна Моностренко, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо. Спасибо. Спасибо.